Продолжаем цикл лекций по курсу Истории Исполнительства на Народных Инструментах. Тема номер 7, глава 3. Сподвижники Андреева. Для развития своего кружка Андрееву требовался репертуар. А значит, нужны были профессиональные композиторы, способные создать высокохудожественные произведения, и сочинения, и аранжировские музыкальные классики. Также были нужны методисты, нужны были исследователи, которые могли бы решить сложные вопросы совершенствования музыкального инструментария, а обосновать историческую и общихудожественную целесообразность этого процесса, предложить научно обоснованную методику исполнительства. С 1888 года ближайшим к подвижникам Андреева становится Николай Петрович Амин. Его годы жизни 1864-1943 год. Получив профессиональное музыкальное и гуманитарное образование, Николай Петрович выступал в качестве композитора, теоретика, дирижера и исполнителя. Он написал основной репертуар Андреевцев. Обработки народных песен, переложение музыкальной классики, собственные сочинения. Также Фомин помогал в усовершенствовании музыкальных инструментов. В частности, он разработал и придумал балалайку-секунду и играл на ней. А также в начале 20 века он участвовал в создании конструкции клавишных гуслей. В середине 1890-х годов к Андрееву присоединился Федор Августович Ниман. Федор Августович Ниман. Он был одним из лучших исполнителей в то время в Петербурге на Гобои и Английском Рожке. Также он был профессором Ленинградской консерватории. То есть это музыкант самого высокого профессионального уровня. С 1898 года Ниман был вторым дирижером, а после смерти Андреева руководил аркетом на протяжении 13 лет. Следующий из подвижников Андреева Николай Иванович Привалов. Его годы жизни 1868-1928 год. Привалов. Привалов. Композитором и аранжировщиком. Например, им написано 4 оперы в сопровождении русского народного оркестра. И много-много других произведений. Следующий человек, о котором стоит упомянуть, это Владимир Трифонович Насонов. Его годы жизни 1860-1918 год. Его фотография тоже уже показывал. Давайте еще раз. Владимир Трифонович Насонов. Владимир Трифонович был выпускником Санкт-Петербургской консерватории по классу флейты. И в коллективе Андреева занимался методической и педагогической работой. А он помогал Андрееву в организации домробов балалайчных составов в воинских частях. Где Андреев вел большую просветительскую работу. Все эти и другие музыканты много занимались обработкой, переложением для нового инструментального состава музыки, совершенствованием инструментов, а также являлись исполнителями в Андреевском коллективе. В 1890 году у оркестра появляется свой, как говорили, балалайчный страдиварик. Инструментальный мастер Семен Иванович Налимов. Его годы жизни 1857-1916. 1857-1916. Семен Иванович Налимов. Он создал около, вдумайтесь, около 300 инструментов, ставших инструментальной базой коллектива. Многие из них считаются непроизойденными и по сей день. Играть на Ленинской балалайке это очень круто.